Здравствуйте, я Виктор Баранский и это мой прямой разговор. Украина который год сидит на траншевой игле Международного валютного фонда. И наши власти каждый раз встречают с хлебом с солью миссию мировых ростовщиков. Так было и 12-14 сентября. Первый заместитель директора распорядителя фонда Дэвид Липтон встретился с президентом, премьером и руководством Национального банка. Обсуждали реализацию образовательной, медицинской и пенсионной реформ, а также проект бюджета на следующий год. Заморские гости остались довольны. Липтон отметил прогресс Украины в проведении реформ. Тех реформ, от которых украинцы уже в шоке. Так медицинская реформа практически сводит на нет бесплатную помощь населению. Пенсионная реформа лишает перспектив получения пенсии будущими поколениями украинцев. А благодаря образовательной реформе через 20 лет в стране вырастет поколение неучи, которые в лучшем случае смогут зарабатывать на сборе клубники в Польше. Одно неоспоримо – реализация таких реформ существенно уменьшает нагрузку на государственный бюджет. Липтон сообщил, что они дадут рекомендации, как проводить реформы и в дальнейшем. Для наших граждан каждый приезд кредиторов из МВФ – повод узнать, в каких еще сферах не стоит рассчитывать на поддержку государства. До конца года правительство рассчитывает получить еще два транша от МВФ. Первый – 1 миллиард долларов, который Украина должна получить за старт пенсионной реформы. Но здесь необходимо учитывать один момент – эти деньги не пойдут на развитие экономики. В ноябре Нацбанку придется платить по долговым обязательствам как раз перед МВФ. Так что полученные деньги в Украине не задержатся и уйдут на погашение долга. А значит, Украина все больше подпадает под внешнее управление. Получит ли Украина второй транш? 2 миллиарда долларов – большой вопрос, который зависит от результатов псевдореформ. Которые, к сожалению, приводят только к обнищанию украинского народа. Об условиях дальнейшего кредитования Украины за морским обкомом далее в нашем сюжете. Получит ли Украина два транша МВФ до конца этого года? Один из главных вопросов, которым озаботилась украинская власть последний месяц. Эксперты утверждают, что Украине довольно тяжело рассчитывать на лояльность мировых ростовщиков. Максимум один транш, говорит доктор экономических наук Сергей Якубовский. Возможен максимум еще один транш и совсем небольшой, как было в начале года, на один миллиард долларов. Но это не будет иметь никакого значения для экономики. Если очень плохо, то МВФ дает деньги. Но деньги не для Украины, а для самого себя. То есть, когда Украина не может погасить свои облигации, то МВФ дает деньги и эти же деньги потом формально возвращаются в фонд. Цена этого миллиарда для Украины – пенсионная реформа, де-факто увеличивающая пенсионный возраст. Все готово для ее протаскивания через парламент. Правда, до начала октября, как обещал Гройспан, этого сделать не удалось. Но можно не сомневаться, он из кожи вон полезет, чтобы реформу приняли. Сложнее со вторым траншем в 2 миллиарда долларов. Тут требования жестче. Заместитель главы МВФ Дэвид Липтон выступил категорически против повышения зарплат украинцам. Якобы, это приведет к падению экономики. Также заокеанский гость в ходе визита в Украину заявил, что наши граждане слишком мало платят за газ. Цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседями. Важно, чтобы цены на газ определялись рыночными сдвигами и надо избегать возникновения неадресных и скрытых субсидий. Украинское правительство оказалось перед дилеммой – либо остановить социальный геноцид в Украине, либо дальше продолжать работать на деньги МВФ, выполняя их требования. Но в таком случае есть риск быть сметенными народным гневом, говорит заслуженный экономист Украины Василий Васильковский. Выполнить это – значит правительство повесить петлю себе на шею. И выполнять надо. Не выполняешь – значит не будет кредита. Это первое. И следующее, что я почему говорю, что надо с ним заканчивать. Почему? Потому что там, где МВФ «помогал» странам, они, как правило, становились банкротами. Что же выберет власть? Очевидно, что лавировать дальше не получится. Нынешние руководители государства сами себя загнали в тупик, окончательно подсадив страну на финансовую иглу МВФ. И как слезть с нее, не знают. В 2018-2022 годах Украине предстоит выплатить по долговым обязательствам 64 миллиарда долларов. Из них почти 29 миллиардов долларов по внешнему долгу. За счет чего их отдавать? У власти, видимо, готовы несколько решений. Один путь – заставить украинцев, что называется, затянуть потуже пояса. Это значит урезать соцвыплаты, достигнуть экономии, не развивая экономику, и довести страну до окончательного социального коллапса. Другой – продать наши последние богатства. Чернозем, леса и предприятия. Но что тогда останется будущим поколениям? Только долги? Я вижу третий путь – привлечение серьезных инвестиций и устойчивое экономическое развитие. А для этого необходимо преодолеть коррупцию и возродить наш промышленный потенциал. Но при нынешней власти даже думать об этом – утопия. Потому что им не нужна процветающая страна. Им не нужны настоящие реформы для реальных людей. Их интересует только одно – личное обогащение. Горе-экономисты хотят и дальше жить в долг, рассчитывая на новые кредиты. О негативных перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ далее в сюжете. Программа кредитования МВФ для Украины предполагает выделение еще 8,5 миллиардов долларов США. Это примерно половина общей суммы программы, рассчитанной на 4 года. Эксперты и аналитики задаются вопросом – а что потом? Ведь уже набранные долги нужно как-то отдавать, и экономика так и не запустилась. Отдавать старые долги за счет новых? Министр финансов Данилюк заявил, что это последняя программа кредитования Украины от МВФ. Украина распродаст все свои активы по программе приватизации, а также поднимет цены на энергоресурсы для населения. Уверен заслуженный экономист Украины Василий Васильковский. Приватизация большая – это продать все, что только можно продать. Ни программы, ни списка, ничего. И самое главное, что повысить цены очередной раз на коммунальные условия, но в том числе прямо требует повысить немедленно цены на газ. Мотивируя тем, что у нас одни из самых низких цен в Европе. А не сказал я, что у нас самая низкая зарплата в Европе. Как же выйти из сложившейся ситуации? Единственный путь, говорят специалисты, – проведение реформ. Не той бутафорией, которой занимается нынешняя власть, а настоящих системных реформ. К сожалению, пока что в этом направлении не сделано ничего, уверен политический аналитик Геннадий Чижов. Срочно сделать демонополизацию и далиархизацию. Вы видите такого? Я лично такого не вижу. Какие законопроекты для этого предложены? Этого не видно. Ни дефшаризации, ничего нет. Реформы энергоэффективности и энергосбережения также не предложены. Конструктивно проработанные, которые поддержал бы зал парламентский. И также не видно очень базового такого закона. Это расширение базового налогоблажения для того, чтобы она была воспринята парламентом. Что ж, на реформы остается все меньше времени, чуть больше года до конца программы. Способна ли власть к стремительным и эффективным реформам уже сейчас? Опыт последних лет подсказывает обратное. Подводя итог, хочу спросить. Задумывались ли вы, зачем стране столько кредитных денег? Ответ прост. Таким способом власть придержащие обеспечивают себе сытое и безбедное существование. А чтобы кредиты давали и в дальнейшем, нужно соблюсти всего одно условие. И это не развитие экономики, это уменьшение социальной нагрузки на бюджет. А значит сокращение пособий, льгот, пенсий и субсидий тем, кто в этом так нуждается. И этот план уже в действии. Это был прямой разговор и я, Виктор Баранский. До новых встреч.